Молодежь Молодежь Одно делает теорию, а другое делает практика. Человек вообще не был женат или замужем, сегодня уже в семье. Да, потому что бывает так, что человек женат, можно знать больше текста. Подняли руки для тех, для кого актуален вопрос темы сегодняшние – он и она. Подмите, вопрос он и она, для кого актуален. А Вы же elятно. Важен актуален вопрос он и она. А для кого неактуален. Друзья, я думаю, что сегодня формат нашего общения, дискуссионного клуба, будет строиться следующим образом. Сегодня мы с Сашей будем задавать вопросы. Сегодня, как вы видите, нет человека, который будет что-то говорить, как это было в прошлый раз. Почему? Потому что в прошлый раз нам нужно было получить определенную базу, основанную на Священном Писании. И поэтому у нас были определенные докладчины. Ну а как сегодня, Саша, вы будете в этом учении? Алик, я предлагаю таких вопросов. Давай, например, пригласим братьев, которые уже женаты, чтобы они где-то делились своим опытом. Не там, может быть, как они убирали всю жизнь. И я еще предлагаю, чтобы каждый из нас в любой момент мог задать вопрос или даже свое мнение высказать в качестве ответа. Как-то сегодня очень нормально. Отлично. Вообще. Замечательно. Ну, пригласим братьев. Давай пригласим где-то. Я бы хотел, друзья, чтобы вы сейчас узнали, что у нас сейчас на поднестите. Эти братья будут пользоваться небольшим лиоритетом в плане ответа на вопрос. Почему? Потому что подавляющее большинство из нас сегодня не женаты и не заживы. Эти братья уже, то есть, жена. И они будут рассказывать секреты о том, как они выбирали свою вторую половину. Вопросы можно задавать напрямую к ним. И вопросы могут быть любого, как правильного характера. Потому что реально нас что-то очень поможет. Почему нам, друзья, до сих пор не женаты? Или почему я не замуж? Да, это же не может быть. Ну, одним из первых людей я хочу пригласить Пашу Радонсунгина. Паша, пожалуйста, спасибо. Так, Павел Диксунгин. Сейчас давай, пожалуйста, пару вопросов. Давай, Паша, выходи сюда, Паша. Да-да, Паша. Привет, Паша. Привет, Саня. Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя детей? У меня пока трое. Пока. А сколько тебе едем? 30. А мы уже 8 с половиной минуты? Понимаете, у человека уже есть определенный опыт. Вопросы по поводу того, как он выбирал группу, как растут сейчас детей, кто не мог бы вам угадать, можете задавать в комментариях. Спасибо, Паша. Пожалуйста, садись. Еще один брат, которого я хотел пригласить, это Саша Павзаренко. Саша, пожалуйста. Два года и три месяца. Сколько детей у тебя? Трое. Горя. Хорошо. А ты готов отвечать на вопросы, как ты выбирал Антель? Я готов, и даже я готов поделиться некоторой информацией, которую я бескорно. Вот когда мне Саша сказал, что это он и она. И я хочу сказать, что это примерно три дня. Я вот лучше уложусь спать, а у меня ответ будет. Он и она. Это началось с Нового года, когда он вообще сказал. И я уже посмотрел некоторые материалы, которые хотел бы поделиться с вами и сказать, чтобы привести речь некоторых от ошибок, которые могут они сделать. Перепутать даже простые такие вещи, как любовь и влюбленность. К чему она может это принести? Спасибо, Саша. И еще один человек, который мы тоже могли бы задавать вопросы, это Анатолий Ротахов. Андрей, что ты делаешь? Я подержу. Как же о себе, да? Ты смотри, ты вначале скажи, когда есть ли я сказал, что тебе нужно будет отвечать на вопросы молодежи, как это воспринимание? Равнодушно или тебе это... Я могу ответить, может быть, только не на все вопросы. Не на все. Избежать частично ответить. Хорошо. Сколько ты брать? Ну, на месяц больше, чем Саша. Два года и четыре месяца. Сколько у тебя детей? Пока один. Один. Вот смотрите, у нас три ребенка, у меня два ритма, пока один. То есть вопрос, чтобы тебе не рассказать, ты частично будешь отвечать. Хорошо. Спасибо. Вообще, я хотел бы немножко зачитать, хотя бы несколько ответов, которые были на смс сообщениях. И самое главное, я хотел бы сделать такое, не то чтобы высказывание. Было то, что у нас 100 смс сообщений, друзья. И поступило всего лишь пять таких членораздельных ответов. Это пять процентов. Вот наша активность. Вот активность для того, чтобы узнать существующую гемо. Может быть, многим не было как разознать смс. Я думаю, что это наша проблема небольшая. Потому что мы думаем, что ответы будут приходить нам, может быть, откуда. На самом деле они рождаются тогда, когда нам начинают писать ответы. Дух Святой начинает писать ответы кому-то. И мы получаем этот же ответ из себя. Так часто бывает, когда брат говорит кому-то. Сначала и утром. И в семейной жизни так бывает. Муж учит жену, а Дух Святой в это время еще в войне учит мужа, когда же учит жену. Я хочу прочитать. Давай вместе с тобой. Смотрите, был такой вопрос. Самый главный, вокруг которого мы сегодня будем ходить. Всем хочется узнать волю Божию в выборе спутника жизни. Так или нет? Но что именно для вас есть воля Божия конкретно? Как она должна воплощаться? Ответ. Если на это есть воля Божия, то спутник появляется. Главное, покупать молитвы и следить за собой. Часто мы субборгим, добиваясь своей волей. Второе, по поводу воли Божьей. Ответ такой. Если человек не знает, как понимать волю Бога, то ему еще рано будет оборачивать. Теперь. Какие-то моменты наверняка упустим. Это пишет, да? Какие-то еще предстоят. Все очень просто. Симпатия заиграла в обоих и все. Если бы еще друзей рядом не было, быстрее бы любовь развивалась. Сейчас так все, если такое бывает. Друзья продолжают всегда трогнозить процесс. Поэтому, отцовывая свои мнения, сами трогнозят. Друзья помогают преуспеть, которые на куче друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!